Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о послании святого апостола Павла к Титу. Сегодня мы говорим о третьей главе. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Апостол говорит об отношении христианина к гражданским властям. И он высказывается в этом отношении достаточно ясно. Он говорит, напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. То есть христианин это лояльный гражданин той страны, в которой он живет, человек, который оказывает повиновение гражданской власти. Это хороший послушный гражданин, который поддерживает гражданский порядок, соблюдает законы, оказывает должное уважение к представителям гражданской власти. Возможные ситуации, когда христианин говорит властям, нет, как апостолы, например, когда им пытаются запретить проповедовать Слово Божие, говорят, судите сами, справедливо ли перед Богом, слушаться вас больше, чем Бога. Или когда языческие власти в Римской империи принуждают христианина поклониться статуе императора, воздать ему божеские почести. В этой ситуации христианин говорит нет. И в основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится о том, что существует, в принципе, такая возможность гражданского неповиновения. Но это ситуация, связанная не с тем, что христианин не покорен гражданским властям, в принципе, а с тем, что есть более высокие власти, чем власти гражданские. Но в ситуации, когда от нас власти не требуют чего-то греховного, речь не идет о том, что они там сами грешат или не грешат. Они, конечно, грешат, они подобные нам грешные человеки. Но в ситуации, когда от нас не требуют чего-то, несомненно, греховного, мы обязаны повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам. Апостол нам говорит, никого не злословить. Это очень тяжело исполнить, потому что мы живем в окружении чрезвычайного злословия, и злословие составляет, наверное, значительную часть вообще всего, что люди говорят, всего, что люди высказывают нам, скажем, в социальных сетях. И мы видим, как там и начальство еще злословят, и судей поносят, и вообще в крайне резких выражениях считают нужным отзываться о гражданских властях. Это не христианское отношение. Это важно понимать, что нравится нам или не нравится, но апостол заповедует совершенно другое. Апостол говорит, что мы не должны никого злословить, мы должны оказывать всякую кротость, мы должны повиноваться и покоряться. и если у нас возникает, если мы по совести понимаем, что нам стоит в чем-то возразить начальствующим, мы должны найти способ сделать это с уважением и скротостью. Тем более, что когда мы хотим повлиять на что-то, на чье-то поведение, там, любого человека, не обязательно начальствующего даже, злословие и сварливость не работают. Она не помогает человеку изменить свое поведение. Мы можем повлиять на поведение других людей, когда мы ведем себя скротостью, с уважением и с почтением. Вот тогда мы что-то можем исправить. Злословие, гнев, ярость, сварливость ничего не исправляют, они только разрушают. И апостол подчеркивает, никого не злословить, не то что не злословьте хороших людей. Тех людей, которых мы считаем хорошими, мы и так не злословим. Нам-то не нужно специально заповедовать. Нам нужно запрещать злословить кого-то, кого мы злословить вообще склонны. Не нужно было бы специально оговаривать, если мы и так не хотим никого злословить. А вот нельзя злословить вообще никого. Часто люди говорят, ну как же его не злословить, когда он дурной человек, когда он такой и сякой и эдакий. Ну вот апостол говорит, нельзя злословить. Мы можем выражать несогласие. Мы можем выражать неодобрение. Это мы можем и иногда должны. Но мы должны отличать это от злословия. Потому что даже выражая наше несогласие или неодобрение, мы должны избирать какую-то уважительную, кроткую, вежливую форму обращения. Как показывает опыт всего человечества, кроткий ответ отвращает гнев. И если мы хотим повлиять на ее мнение и поведение, нам стоит вести себя очень богожелательно и вежливо. Как раз сварливость и злословия не помогают никогда что-либо исправить. Оказывает всякую кротость ко всем человекам. Кротость — это добродействие противоположной ярости и гневу. То есть кроткий человек — это человек, которого нельзя вывести из себя. Обычно человек не кроткий, человек гневливый, человек, который сразу реагирует на любую провокацию, на любое реальное или воспринимаемое оскорбление. Когда кто-то не оказывает ему должного почтения, ну или им кажется, что он не оказывает должного почтения, он приходит в ярости и гнев. Апостол говорит, что наше поведение должно быть противоположным. Мы должны оказывать всякую кротость. Мы не должны с яростью отвечать насчет чужой ярости. Мы не должны входить в это состязание, когда кто-то кого-то обругал, а тот обругал взаимно, и никто не хочет первым отстать от этой глупой ссоры, когда мы видим, как в интернете возникают длинные-длинные-длинные какие-то цепочки комментариев, которые состоят из одной ругани, из одних оскорблений. Никто не выдвигает никаких доводов, не пытается кого-то образумить, а просто люди, которые находятся в разных городах, в тысячах километрах друг от друга, используют современную технологию для того, чтобы друг друга пытаться уязвить и оскорбить. И вот апостол говорит, мы должны оказывать всякую кротость ко всем человекам, в том числе к человекам, которые нас раздражают, провоцируют и ведут себя безобразно. Почему? Апостол приводит этому нравственному требованию определенное вероучительное, определенное богословское обоснование. И вот что он пишет с третьего стиха, «Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорные, забудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения, обновления святым духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Мы были не лучше тех людей, которые нас сейчас раздражают. Мы были несмыслены, не понимали, что к чему. Мы были непокорны, то есть мы противились Богу и не желали покоряться его заповедям. Нас-то вообще не интересовало нас. Меньше всего на свете волновало в наших поступках, согласны ли они с божьими заповедями. Забудшие были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти. Были гнусны и ненавидели друг друга. Были гнусны, то есть были ненавистны. И нас ненавидели, и мы сами ненавидели других людей. Эта картина может показаться чрезмерно мрачной. Ну а что же, вот все такие были дурные люди. На самом деле она просто реалистична. Когда человек познает Божию благодать, когда он понимает, как должно себя вести, он оглядывается, говорит, да я был в аду вообще. Вот это одна из особенностей ада, что как ад он воспринимается прежде всего снаружи, когда человек понимает, что нельзя так жить. Вот до этого он жил и думал, ну а что, ну а все так живут. Что же, почему я должен выделяться из... Все так живут, все так пробиваются в жизни. Но потом, когда человек познает благодать Божию, наглядывается и смотрит ужас-то какой. Как я вообще ужасно жил? Я был несмысленный, непокорный, заблудший, раб похоти и различных удовольствий, жил в злобе и зависти, были гнусны, там ненавидели друг друга. И апостол упоминает ряд грехов, он говорит, злоба, зависть. Зависть — это такое переживание, которое часто притворяется справедливостью. То есть никто же не говорит о себе, я завистник. Меня возмущает, что у другого человека больше каких-то благ. Нет, человек говорит, я требую справедливости, я требую, чтобы этого мерзавца и злодея посадили и отняли, поделили. Но это на самом деле именно зависть. Злоба притворяется желанием справедливости. Опять же, когда человек хочет, чтобы дурных людей наказали. Но очень часто то, что изнутри человек видит как справедливость, снаружи выглядит просто как злобная мстительность. Ненавидели друг друга. В этом мире, как и во времена апостола Павла, ненависть иногда рассматривается как что-то положительное, что-то хорошее на самом деле. Я помню, как еще в советской школе нас учили, что мы должны ненавидеть, любить социалистическое отечество, ненавидеть его врагов. И человек, который привержен какой-то, скажем, политической стороне, политической партии, и который поддерживает какую-то сторону в конфликте. У нас много всяких конфликтов. И вот человек может поддерживать одну из сторон, и он может считать правильным ненавидеть плохих людей, которые поддерживают другую сторону. Но апостол говорит, что это абсолютно неправильно, это несообразно Божьей воле. И он перечисляет все эти пороки. Он говорит, что мы были вот такие. Почему? Что бы внушить людям, Титу и его слушателям, что Бог любит этих дурных людей, как Бог любит нас, хотя мы были дурными людьми. Бог хочет, чтобы эти люди спаслись. И он подчеркивает, когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, он спас нас не по делам праведности. Что открылось в Боге? Открылось ли в Боге справедливое возмездие всем этим дурным людям? Нет. Явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога. Мы были чрезвычайно дурными людьми, которые не заслуживали ничего хорошего. Но Бог явил свою благодать и человеколюбие. Бог видел грешников, которые его не знают и знать не желают, которые грешат, которые ведут себя вызывающе, которые каждый день оскорбляют его в лицо, которые, если упоминают его имя, то для того, чтобы использовать его в каких-то своих дурных целях. В общем, люди, которые абсолютно ничего хорошего не заслуживали перед Богом. Бог на это ответил тем, что он явился в богодать и человеколюбие в лице Иисуса Христа. Христос умер за грехи всех этих негодных людей. Поэтому христиане должны подражать в этом отношении Богу и отвечать на дурное поведение других людей богодатью и человеколюбие. Это ни в коем случае нелегко, и понятно, что это вызывает огромное внутреннее сопротивление. Благая весть, которую возвещает апостол Павел, которую возвещают апостолы вообще, она в высшей степени контркультурна, как сейчас говорят. То есть она абсолютно противоположна тому, что мы склонны делать по нашей падшей природе. Наша падшая природа означает, что у нас все настройки по умолчанию сбиты. И они сбиты, и они склонны возвращаться в сбитое состояние, даже когда мы их, значит, пытаемся поправить. Мы склонны враждебно относиться к тем, кто враждебно относится к нам. Это немедленная естественная реакция. Меня задели, ко мне отнеслись непочтительно, мне тоже хочется отнестись непочтительно. По отношению ко мне совершили несправедливость, и я тоже хочу совершить несправедливость. Это кажется самоочевидным. И иногда, когда пытаешься увещевать людей так не делать, они говорят, а вот чего они? Ну вот они поступили плохо, и теперь мы имеем право поступать по отношению к ним плохо. По отношению ко мне совершили несправедливость, и я теперь могу совершать несправедливость. Апостол же говорит, что Божий образ действия совершенно противоположный. Мы по отношению к Богу грешили, мы вели себя безобразно, мы навлекали на себя Божье осуждение, Божий гнев, но Бог в ответ на это послал своего Сына Единородного нас спасти. Бог ответил на это богодатью и человеколюбию. Бог любит дурных людей, с которыми у нас конфликт. Бог хочет, чтобы они были спасены. Как мы спасены? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили. То есть Бог нас спас абсолютно не по нашим заслугам, а по своей милости, банью возрождения, обновления святым духом, который уязлил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего. Новая жизнь, которая дарована христианам, дарована им не по их заслугам, не по их достижениям, а в результате сверхъестественной милости Бога. И христиане призваны далее транслировать эту сверхъестественную милость в мир, милость, которая простирается по отношению к людям, которые этого не заслуживают. Если мирской стандарт поведения, это когда мы прикидываем, а заслуживает ли этот человек хорошего отношения? Христианский стандарт поведения — это то, что мы должны проявлять доброту по отношению к людям, которые этого не заслуживают. Точно так же, как Бог проявляет доброту по отношению к нам, хотя мы этого не заслужили. Чтобы мы, оправдавшись Его благодатью, по упованию соделались наследниками вечной жизни. «Благодать Божия нас оправдывает перед Божиим судом, Бог прощает наши грехи, и Бог меняет нас изнутри. Слово — это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». Здесь у апостола постоянно идёт вот эта связь между спасением, которое даётся по милости, по благодати, не по делам. Он много раз подчёркивает, что спасение даётся не по делам, а по Божьей милости, по Божьей благодати. Вы ничего не заслужили хорошего по делам. Вам лучше про дела не вспоминать. Вы можете обрести спасение только по милости и Божьей благодати. Но это спасение — это не какая-то формальность, не просто списание долгов. Бог — это могущественная Божья сила, которая меняет человека изнутри. Спасение — это некая реальность, в которую человек входит или отказывается войти, здесь и сейчас. И когда он в неё входит, это меняет его сердце, и человек делается усердным, прилежным к добрым делам. То есть наше спасение не основано на наших добрых делах, но оно всегда проявляется в добрых делах. Бог меняет сердце человека так, что как раньше человек рвался совершать какие-то греховные поступки, так теперь он рвётся угождать Богу. И апостол говорит, что мы должны помнить о том, что сделал для нас Бог, и проявлять это в нашем переменившемся поведении. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и расприй о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таково развратился и грешит, будучи самоосуждён. И апостол говорит, вот это благая весть. Явилась Божья благодать. Христос умер за наши грехи и воскрес из мёртвых. Он даровал нам Святого Духа, который созидает из нас Церковь. А заниматься бесконечными состязаниями и столкованиями закона — это просто бесполезно и суетно, не нужно никому. И далее апостол даёт такое дисциплинарное указание. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Слово еретик, там ересь буквально значит разделение. Ересь — это течение, ответвление. И тут слово еретик, оно может иметь также оттенок раскольник. То есть человек, который производит какие-то смуты, какие-то разделения. После первого и второго вразумления отвращайся. То есть если человек упорно грешит, если он упорно придерживается каких-то ложных убеждений, неправильно себя ведёт, от него следует отвращаться. «Знает, что такое развратился и грешит, будучи самоосуждён». То есть невозможно человека обратить помимо его воли. Если он упорно пребывает в уже учении, в грехе, то его нужно просто предоставить его собственной судьбе. И далее апостол завершает своё послание заключительными приветствиями. «Когда пришлю к тебе Артём или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину, законника и Аполоса, позаботься отправить так, чтобы у них ни в чём не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы они не были бесплодны». Речь идёт очевидно о том, что вот этих двух людей, Зину, законника и Аполоса, нужно отправить так, чтобы у них не было недостатка, христиане должны поддерживать друг друга и должны поддерживать служение церкви. Что церковь, она не имеет никаких других средств, кроме тех средств, которые захотят ей пожертвовать. Богочестивые христиане, это могут быть какие-то маленькие пожертвования небогатых людей, это могут быть какие-то большие суммы людей, которых Бог богословил земным богатством, как наши купцы строили больницы. Вот в Москве есть больницы, которые построены в своё время богочестивыми купцами. И пусть наши учатся упражняться в добрых делах. Вот это интересный оборот — упражняться в добрых делах. Делание добрых дел — это то, в чём можно упражняться. И важно начинать с малого. Вот мы знаем, что Слово Божие говорит, что правильно и хорошо платить десятину в церковь. Это старая очень традиция, она основана на Священном Писании. И в этом отношении у нас всё очень по-разному. Я помню, я как-то беседовал с одним американцем, и как-то в разговоре у нас выяснилось, когда мы общались, что пожертвование — это то, что человек даёт поверх десятин. А десятину он платит в своей церковной общине, это просто само собой разумеется. Вот пожертвование — это то, что идёт сверху. То, что он добровольно пожертвует, то, что он захочет сверх этой десятины дать. И я подумал, что, да, я на тот момент десятины ещё не платил. И мне это было некоторым таким укором, что, да, на самом деле, вот церковь, которой все её члены платят десятину, да, это будет церковь, в которой будут существенные финансовые возможности для того, чтобы проповедовать Слово Божие, для того, чтобы помогать нуждающимся. И очень часто у нашей церкви таких возможностей нет, именно потому что мы этого не делаем. Но апостол говорит, пусть учатся упражняться. Что значит упражняться? Когда мы упражняемся, мы начинаем с небольшого. Вот когда человек занимается физическими упражнениями, он берёт какой-то небольшой вес, который он может поднять при его общей расслабленности. И можно начать не платить десятину, а платить какую-то очень небольшую сумму денег в церковь, которую я могу потянуть. Сто рублей в месяц или пятьсот рублей в месяц. Что-то такое, что мне выносимо. Что-то такое, что не кажется мне в большой тяготу. И по мере того, как человек научается регулярно помогать церкви, Бог действует в его сердце. Когда мы делаем что-то угодное Богу, это возможность для Святого Духа что-то в нашем сердце менять, и что-то менять в нашей жизни. И постепенно человек научается давать больше, и он испытывает всё больше и больше радости и утешения, и удовлетворения из-за того, что он участвует в Божьем деле. Что храм Божий стоит, что служба совершается, что совершаются какие-то добрые дела, что в воскресной школе детям преподают Слово Божие, и в этом есть также его доля, хотя бы и небольшая. И упражняться, значит, начинается с очень немногого, а потом пытаться больше и больше. «Приветствую тебя все, находящиеся со мною, приветствую любящих нас в вере, благодаря со всеми вами. Аминь». Это была беседа о третьей главе послания святого апостола Павла к Титу. Её представляет библейский портал «Экзегет.ру». 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 Продолжение следует...